В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абарёнов встретился с жителями микрорайона Зелёной Аллеи. В этот квартал текущего года застройщик обещает начать проектировать, чтобы до конца года уже проекты с экспертизой здесь были. Видновская районная клиническая больница продолжает работать в режиме ковидного стационара. Конечно, мне было очень тяжело, но не скипают врача, всем, всем обслуживающему персоналу. Во дворце спорта Видное в одиннадцатый раз состоялось первенство Ленинского городского округа по танцевальному спорту. Отрадно, конечно, что с каждым годом всё больше и больше танцоров уже узнают Видное. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абарёнов встретился с жителями микрорайона Зелёной Аллеи. В ходе мероприятия было рассмотрено несколько важных вопросов, касающихся жилого комплекса. Встреча активных жителей микрорайона Зелёной Аллеи с представителями администрации муниципалитета началась с посещения строящегося детского сада, рассчитанного на 155 мест. У участников собрания была возможность посмотреть техническое состояние здания. Это уже будет второе дошкольное учреждение в жилом комплексе. Застройщик обещает полностью завершить работы до конца июля, чтобы с 1 сентября новый садик распахнул свои двери для воспитанников. Другая, ещё более актуальная проблема микрорайона – строительство школы. На встрече присутствовали представители группы компании МИЦ, к которым жители могли обратиться напрямую с этим важным вопросом. На какие средства вы будете строить? Вы где эти средства возьмёте? У вас этот дом под эскроу, этот дом сдался. На какие средства вы будете строить эту школу? Пока, на самом деле, источник финансирования не определён. Когда у нас есть деньги для того, чтобы запроектировать эту школу, мы получили на это кредит, а дальше мы будем прорабатывать этот вопрос. Так что прорабатывали по детскому саду и нашли на него финансирование. Школа, соответственно, которая ещё не приступает к строительству, детский сад, ещё один на 155 мест, то же самое. С третьего квартала текущего года застройщик обещает начать проектирование, чтобы до конца года уже проекты с экспертизой здесь были. Было у нас совещание с министром жилищной политики. Мы договорились о том, что если третий квартал не начинают строить, то сейчас есть, правильно, третий квартал. Проектирование, проектирование. Проектирование, да. И, соответственно, не начинается сроки указанной стройки, то мы идём в суд и плюс будем делать всё, чтобы блокировать какую-либо стройку на территории Крымского. Следующим направлением диалога стало обсуждение строительства выезда и жилого комплекса. Группы компаний МИДС со своей стороны строят, застройщик Дивен-Сити со своей стороны. Вот, соответственно, срок завершения всех работ с выездом вот в сторону улицы Старо-Нагорная, ну, где-то конец сентября. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Сергей Гаврилов, курирующий темы строительства в муниципалитете, подробно рассказал о проекте дороги и выслушал пожелания местных жителей. Проект организации дорожного движения, мы его запараллелируем. Сейчас, как правильно развести потоки, почему? Потому что, грубо говоря, микроволон строится, там ещё никто не живёт. А здесь практически полностью заселён. То есть здесь нужна хорошая логистика, продуманная. С коллегами с ГИБДД мы это где-то до конца доведём. Также на встрече был рассмотрен вопрос строительства поликлиники. Застройщик в данный момент отбирает подрядную организацию, чтобы в ближайшее время приступить к ремонтно-отделочным работам. Все вопросы взяты на контроль администрации и о ходе их выполнения жителей будут проинформированы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видновская районная клиническая больница продолжает работать в режиме ковидного стационара. И каждый день врачи помогают десяткам людей победить коронавирусную инфекцию. Ещё одна история спасения в нашем сюжете. Пенсионерке Тамаре Фёдоровне Макаровой 74 года. С самого начала пандемии к рекомендациям врачей она относилась очень серьёзно. Я соблюдала все правила. В период пандемии я сидела дома на самоизоляции. Полтора года никуда не выходила. Где именно она заразилась, Тамара Фёдоровна сказать наверняка не может. Когда температура поднялась за 40, её привезли в стационар. В течение нескольких дней за ней наблюдали медики, сделали две компьютерных томографии лёгких. Обе, как говорят врачи, чистые. Она уже было собиралась домой, но пришёл тест ПЦР положительный. Но потом у меня поднялась высокая температура, которая не снижалась. Дня 3-4. Потом меня поместили в реанимацию. В реанимации я была 10 дней. Все эти дни Тамара Фёдоровна провела подключённая к аппарату ИВЛ. Врачи следили за её состоянием и сделали всё возможное, чтобы пенсионерка выздоровела. Вспоминая это время, женщина не может сдержать слёз. Конечно, мне было очень тяжело. Вот, ну, низкий паотон врача, всем, всем вам, служащим персоналом. Все, ко мне. Выключите, пока. До победы над коронавирусной инфекцией ещё далеко, и врачи не устают предупреждать. Необходимо и сейчас соблюдать все меры предосторожности. В общественных местах носить перчатки и маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. Но лучший способ обезопасить себя и своих близких – прививка от ковид. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Под кураторством видновской художницы Анны Мезиной с февраля этого года в онкологическом центре имени Блохина реализуется благотворительный проект по росписи стен детского корпуса. Наш корреспондент Юлия Пагасян встретилась с участницами и узнала, как арт-терапия способствует выздоровлению маленьких пациентов. Третий месяц художница Анна Мезина вместе с командой волонтёров занята на одном необычном творческом проекте. Идею расписывать стены вначале Анна восприняла скептически. Но когда узнала, где предстоит работать, сомнения исчезли. Участницы проекта наполняют красотой холлы и коридоры детского отделения онкологического центра имени Блохина. Был опрос детей, и дети просили общая концепция из мультиков «Милые животные». Мой был первый эскиз, который практически я одна с Ольгой реализовывала. Это из диснеевского мультфильма «Бэмби». Кот Матроскин из Простоквашино. Потом есть такой мультик, где очень много как раз животных по дороге с облаками. В команду волонтёров под кураторством Анны Мезиной входит более 20 человек. В основном это студенты профильных академий и художники-любители из видного, которые постигали азы мастерства, посещая занятия клуба «Подсолнух». Им доверили разукрашивать эскизы. Началась самоизоляция у нас. Мы с ребёнком стали активно рисовать дома в онлайн-режиме. Познакомились так с художниками. И вот когда увидели клич о помощи, просьбу, я с радостью согласилась. К сожалению, ребёнок мой тоже очень хотел. Ей 7 лет. Она очень хорошо рисует и любит. Но пока детям туда дорога закрыта, взрослые только пока рисуют. На сегодняшний день команда из видного расписана более 40 квадратных метров на нескольких этажах отделений центра. Работа непростая, трудозатратная. Мы ездим по воскресеньям. Я трачу на это всё своё воскресенье. Первый день мне было тяжело чисто физически держать руку. А потом так нормально. Хорошо, справляюсь. Но, по мнению волонтёров, результат стоит потраченного времени и сил. Участница проекта, психолог по специальности Людмила Зорина, уверена, такие красочные росписи на стенах медицинского учреждения благоприятно влияют на настроение маленьких пациентов. Деткам и так грустно там, да, они постоянно лечатся, у них какие-то боли, неприятности. А здесь они, выйдя в холл, посмотрят на наши картинки, немножечко поднимется настроение. Даже был такой случай, одна пациентка такая, уже подросткового возраста, девочка попросилась тоже раскрашивать. И с нами вместе раскрашивала. Роспись своего участка работы команда волонтёров из видного планируют закончить к началу лета. Но им уже поступают новые предложения, ведь совсем скоро сдаётся ещё один корпус детского отделения, стены которого ждут художественных экспериментов. Юлия Погосян, Александр Логинов и Катерина Давлятова. Видно этого. Во дворце спорта «Видное» в одиннадцатый раз состоялось первенство Ленинского городского округа по танцевальному спорту. Организатором мероприятия выступил клуб «Звёздный вальс». Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Танцевально-спортивный клуб «Звёздный вальс» прославил город Видное на всю страну. Благодаря его успехам профессионалы и любители со всей России приезжают в наш дворец спорта на чемпионат и первенство Ленинского городского округа в одиннадцатый раз. Уже несколько лет эти соревнования входят в календарь всероссийских мероприятий по спортивным танцам. Нам очень приятно, что здесь у нас на нашем турнире присутствуют финалисты чемпионата России, финалисты чемпионата мира. Отрадно, конечно, что с каждым годом всё больше и больше танцоров уже узнают Видное. Почти две тысячи участников из 18 регионов вышли на паркет в течение двух дней. В первый день состоялся турнир по массовому спорту с участием самых маленьких танцоров. Во второй в разных возрастных группах соревновались взрослые. Город Видное представляли воспитанники «Звёздного вальса». Давид Ягишан занимается в клубе уже более десяти лет. Я ни одного турнира здесь не пропустил. Вот уже на протяжении одиннадцати лет сначала я пришёл сюда. Первый раз, сейчас я вам скажу, мне было семь лет. Я танцевал в ночинашках ещё. И каждый этап своего становления, взросления я прожил на этом турнире. Партнёрша Давида по танцам Ева Гольдфельд сказала, что когда выступают дома, то всегда ощущается поддержка болельщиков. И особенно хочется добиться победы. Нельзя подвести свой клуб, нужно выступить обязательно хорошо. Мы несем ответственность. Хочется не подвести своих тренеров. Показать всё, на что мы способны. И показать наивысший результат. Кроме того, в категории «сеньоры» в соревнованиях принимали участие танцоры старшего возраста. Это любители, которые занимаются спортивными танцами в своё удовольствие. Но в то же время хотят показать, на что способны. Сначала дочь начала заниматься старшая. Ну и в процессе мы приобщились к этому. Ну и стали уже мы. Оценивали выступления участников по основным критериям – пластичность, техника исполнения, эстетическое восприятие. По словам судей, работать на первенстве Ленинского округа – одно удовольствие. Я не первый год на этом турнире. Прекрасная атмосфера. В вечернем отделении приглушённый свет. Всё очень приятно для танцоров. Живая музыка. Прекрасно организованный турнир. Большая площадка. Опять-таки, для пар танцевальных это очень комфортно и удобно. Так что мне нравится. Я думаю, что пара, которые принимают участие, им тоже всё нравится. По итогам соревнований представители звёздного вальса завоевали 37 призовых мест, из них 18 первых. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В посёлке совхоза имени Ленина прошла занимательная суббота для маленьких жителей. Сотрудники Центра культуры смогли создать атмосферу настоящего праздника. Юные участники интерактивных программ остались довольны, рассказывает наш корреспондент. Свежий воздух и тёплая погода – отличные условия для проведения мероприятий. Не в первый раз Центр культуры проводит различные соревнования и мастер-классы для детей. Каждая занимательная суббота в посёлке совхоза имени Ленина отличается от предыдущей. Каждый суббот мы проводим детские игровые программы, мастер-классы. Сегодня у нас аквагрим и небольшой маленький спектакль для самых маленьких. Аквагрим наносится на лицо при помощи специальных красок, которые не имеют в составе вредных компонентов. В таком случае можно не бояться за здоровье маленьких участников праздника. Желающих преобразиться было немало, а те, кто и так доволен своим видом, играли с аниматорами. Место проведения игровой программы было выбрано неспроста. В настоящее время здание Центра культуры огорожено, причины известны. Но организаторы считают, это вовсе не повод отказываться от праздника совсем. Ну а впереди ещё не одна занимательная суббота. Виктория Кашиняну, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова